Я вам открою маленький секрет Вот такой громадный кусочек Вы сидите даже не задумываясь Вместе с Эленом Юкасом Ликера много не бывает Как смогу так и украшу О господи Это вообще восхищение Привет друзья Привет мои дорогие подписчики Сегодня я готовлю торт Шварцвельд Это очень вкусный Очень известный Очень здоровой торт С благородным вкусом И с тонкими нотками кирша Этот рецепт я знаю очень давно Мне всегда интересно Как такой торт готовят другие люди Я просматривал видео И увидел что Ирина Хлебникова Готовит его по рецепту Известного мишленовского повара Алена Юкаса Это прекраснейший рецепт Который я сейчас и хочу воспроизвести Для того чтобы приготовить такой торт Нам нужно Яичные желтки Яичные белки Сахар Домашний маргарин Пшеничную муку Кукурузный крахмал И какао Я начинаю готовить бисквит для Шварцвельда Для этого я беру желтки Желтки я слегка взбиваю И добавляю сахар После этого взбиваю до устойчивой пены Яичные желтки я начал взбивать сначала без сахара Потом я начал потихонечку добавлять сахар Вот такая прекрасная густая пена у них получилась Яичные белки я взбиваю сразу с сахаром Это отличный способ взбивания белков сразу с сахаром Я взял у Карла Шумахера При этом белки с сахаром получаются очень хорошо взбитыми С мелкой пеной Которая намного устойчивее чем если бы мы взбивали сначала белок Я переливаю взбитые желтки в чашу Я смешиваю муку с какао вместе с желтками Смешивание нужно производить очень быстро Чтобы не развился глютен в тесте И тесто осталось легким Теперь я добавляю в желтки с мукой Частями взбитый белок Также аккуратно перемешиваю Тесто очень нежное и легкое Одновременно с этим я растопил домашний маргарин Потому что я использую вместо сливочного масла домашний маргарин Ссылочка будет в описании к видео Я добавляю часть теста в маргарин И размешиваю Выливаю смесь обратно в емкость Духовка у меня разогрета до температуры 160 градусов Эта температура мне нравится больше всего именно в моей духовке Вот такая легкая красивая смесь у меня получилась Я переливаю смесь в форму В выставленную пергаменту Пару движений, чтобы подгорнялась смесь И на выпечку Бисквитная основа или бисквитный капсуль для торта Шварцвальд уже готова Вот такой невысокой толщины Но стол очень большой в диаметре получился Очень хорошенький Мягкая текстура При нажатии сразу все восстанавливает свою форму Аромат шоколадный В начинке для торта Шварцвальд я использую Пьяные вишни Это вишни взятые из моего домашнего ликера Который я делал на основе пшеничного дистиллята и вишен Вишневый кирш Конечно же это не оригинальный немецкий кирш А мой домашний ликер То есть сок с алкоголем из вишен Желтки Сахар Молоко Желатин И взбитые сливки Для шоколадного мусса я использую Черный горький шоколад Желтки Сахар Фильтрованная вода Взбитые сливки Начинка для торта Шварцвальд состоит из пьяной вишни и кирша У меня мой собственный кирш Который я сделал Это вишневый ликер из отличной, очень ароматной, настоящей натуральной вишни Эта вишня пустила сок Перемешалась с обалденным пшеничным дистиллятом Получился очень сочный, насыщенный аромат вишни Как будто бы вы сейчас нюхаете ведро с вишнями, которые на солнышке прогрелись И отдают свой волшебный и очень тонкий и нежный аромат Если кому-то хочется сделать из кирша ликер Можно сюда добавить немного инвертного сиропа Ссылочка как сделать инвертный сироп или сахар вот здесь сверху И у вас получится божественный, прекрасный, очень вкусный, утонченный напиток Он очень понравится девушкам и мужчинам Для приготовления мусса с киршем яичные желтки я переливаю в посуду Смешиваю их с сахаром Желтки я легонечко взбиваю венчиком, чтобы оборвать их текстуру до легкой пенки Пока я буду взбивать желтки, я нагреваю молоко почти до кипения Для мусса я замачиваю желатин холодной водой в пропорции На одну часть желатина я беру 5 частей воды Друзья, конечно вы уже догадались, что мусс с киршем Это не что иное, как обычный заварной крем на желтках Со взбитыми сливками, закрепленный желатином Молочко закипело, я частями вливаю молоко в взбитые желтки Заготовка для заварного крема готова Я ее процеживаю через сито в кастрюлю с толстым дном Я нагрел желатин, он полностью растворился в водичке Теперь он остывает до комнатной температуры Смесь яиц с молоком Я ставлю на огонь и медленно нагреваю до температуры не выше 85 градусов Таким образом желтки загустятся И мы получим обычный классический заварной крем на желтках Заварной крем для торта Шварцвальд уже готов Очень важное условие, когда мы делаем заварной крем на желтках без крахмала То нужно очень медленно нагревать То есть температура должна подниматься очень медленно Это важное условие, чтобы крем был очень нежным Его текстура была гладкая и шелковистая Степень готовности крема проверяется ложкой Мы окунаем ложку в крем и проводим по обратной стороне ложки пальчиком Когда бороздка не сходится, значит крем готов Крем слегка остыл, я выливаю желатин Крем уже остыл, сейчас я выливаю сюда по вкусу кирш Или мой домашний вишневый ликер Приступаем к приготовлению пропитки для торта Шварцвальд В сок одного лимона я добавляю немного инвертного сиропа и кирш То есть мой домашний вишневый ликер Ликера много не бывает Сейчас я разрежу бисквитную основу на три части И для мусса с киршем, и для шоколадного мусса Мне нужны сливки жирностью не меньше 33% Для того, чтобы сливки хорошенечко сбились Я не только охлаждаю сливки до температуры 4-5 градусов Но я еще их переливаю в дежу взбивалки И саму дежу тоже охлаждаю в морозильнике Я приступаю к сборке торта Шварцвальд Я выкладываю один слой бисквитной основы И хорошенечко пропитываю пропиткой В тарелочке у меня уже пьяные вишни без косточек И теперь красиво выкладываю все вишенки на поверхность торта Сейчас самое время поставить раздвижное тортовое кольцо Пока взбиваются сливки, я растоплю шоколад в микроволновке Сливки взбились до прекрасных устойчивых пиков Приступаем к приготовлению шоколадного мусса Для этого я желтки переливаю в дежу тесном меса И взбиваю их Отдельно я сварю сахарный сироп Для этого сахар и воду я нагреваю до полного растарения сахара И нагреваю сахарный сироп до температуры 121 градусов По факту, вот этот шоколадный мусс Который будет сделан из яичных желтков Залитых горячим расплавленным сахарным сиропом Это во Франции называется десерт патабомб Это очень нежный и восхитительный десерт Который можно просто кушать ложками Если к нему добавить еще растопленный шоколад И перемешать, что мы и сделаем Это будет супер очаровательное, нежное, воздушное блюдо Которое все хотят скушать Приступим Сбитые желтки взбивались, пока не остыли до комнатной температуры Я добавляю в яично-шоколадную смесь взбитые сливки Я выливаю слой шоколадного мусса На первый бисквитный слой с вишенками Выкладываем вторую бисквитную основу И хорошенько пропитываем ее сиропом Завершающий этап в приготовлении мусса с киршем В смесь заводного крема и кирша Я выкладываю остальные взбитые белки И аккуратно перемешиваю Выливаем мусс с киршем и желатином На второй слой бисквита Убираем все на пару минут в холод, чтобы желатин кристаллизовался Я выкладываю последний, третий слой бисквитного капсуля И опять пропитываю его пропиткой Сверху выкладываем оставшийся шоколадный мусс Из-за того, что я использую разъемную форму диаметром 26 см Торт немного шире, чем в оригинальном рецепте И поэтому слои крема кое-где могут быть не слишком толстыми Как задумывал автор Алан Дюкас Я убираю торт в холодильник для того, чтобы все хорошенечко схватилось Торт Шварцвальд уже остыл в холодильнике И сейчас я хочу его украсить Для украшения я использую растительные сливки Я их уже взбил Я отрезал себе кусочек торта Шварцвальд Пахнет очень насыщенно шоколадом Шоколадный мусс вот такой легкий Он даже немного вытек, потому что он воздушный Попробую Богатство вкуса Текстура сочной вишни С легкой ноткой алкоголя Так приятно дополняют друг друга Такой волшебный ансамбль И это все подчеркивается Крупинками шоколада, который был в шоколадном муссе И легкостью шоколадного муса А теперь попробуем весь тортик в сборе Вот здесь сразу И мусс с киршем И сама тестовая заготовка И крем С вишенками Класс! Благодаря тому, что я очень щедро пропитывал пропиткой бисквитную основу Она такая сочная, но в то же время рассыпчатая По ощущениям, как будто бы это пористый шоколад Все обалденно! Сами тестовые заготовочки Обалденные Благодаря тому, что мы использовали у них очень много желтков Сам бисквит пористый И опять самая нижняя часть С шоколадным муссом Этот торт меня приводит в такое воздушевление Это вообще Его можно подавать на самые-самые изысканные торжества и праздники Друзья, если вам понравилось это видео и этот тортик Пожалуйста, ставьте лайки Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого рецепта Подписывайтесь на мой канал Ссылочка для подписки вот здесь внизу Рядышком вот здесь колокольчик Нажимайте на колокольчик И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале И помните Кухня это самое спокойное место Продолжение следует... Продолжение следует...